Йо-йо-йо, здорово, с вами Диман Масл, давайте запишем коротенькое видео по разоблачению брехунов с Авито. Миллион отзывов, о совести ноль. Ну давайте, погнали. Итак, будем действовать быстро. Значит, S22, S20, очень хорошее состояние, 22500, отзывов хватает, 35 на 5 звезд, ничего о телефоне плохого в описании не написано, но если мы смотрим фотографии, мы видим, что вот здесь вот строчка над имейами, которая идет, строчка над тремя знаками сертификации, да, видите, она начинается здесь и заканчивается вот здесь. Она короче, чем три знака сертификации, значит, в ней написан только номер модели, имейт ин Вьетнам, а самого имейя нет, значит, крышка не родная, но менялась, скорее всего, у официалов. Официалы ставят именно такие же крышки, но об этом стоило сказать в описании, тогда бы не было обзора. Далее, продолжаем, значит, как его еще объявление вам разоблачу, ну давайте вот этот планшет, АБС-8 Ультра за 63 тысячи рублей. Здесь вроде бы так все и неплохо, но было бы неплохо добавить фоточку планшета со включенным экраном, чтобы посмотреть вообще родной ли экран, ни переклейка, ни восстановленный ли планшет, но все, что мы здесь видим, это планшет выключенный и фото чека. Чек очень странный, написано, что казахстанский планшет, да, при этом есть какой-то артикул, который не пробивается ни на одном сайте, при этом здесь нет ни серийника планшета, ни имей планшета, хотя версия опять же имей должен быть, то есть никакой связи у этого чека с планшетом нет абсолютно. Такие чеки, где печатают, я вообще не совсем понимаю. Какая-то печать, именно индивидуальный предприниматель, но это, знаете, к любому можно зайти чуваку, который индивидуальный предприниматель, который вообще не занимается телефонами, попросить поставить печать на такую бумажку и потом наряпать такую кривую подпись, которую вот так как будто бы выводили, и расшифровка этой подписи Дмитрий, ну, знаете, как-то мне не очень верится в такие чеки, которые еще и сами себя отпечатывают, что ли, вот здесь, как это он дважды его печатал, что это вообще такое, что здесь, какой-то мрак происходит, если честно, это какой-то ужас. И вы сразу смотрите, что вроде завершенных объявлений нету, но если мы будем смотреть на отзывы, то мы видим, что здесь человек продавал раз iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 13 Pro Max 3, потом iPhone 12 Pro Max, и здесь ему что-то как-то не понравилось покупателю, да, здесь Fold 2 продавал, потом еще что-то, здесь опять 13 Pro Max, короче, явно перекуп, который скрывает то, что продавал. Вот, потом, значит, далее, S20 Ultra Snapdragon, а не надо ли сказать то, что здесь пластик внутри коробки, посмотрим, надо или не надо, ну, этот продавец считает, что, нужно написать, что полный комплект, а, может быть, лучше сказать, что полный неоригинальный комплект, я считаю, что стоит сказать, потому что это все неоригинальные аксессуары, и вряд ли они проработают долго, ну, и, конечно же, имей на коробке не будет соответствовать имей в телефоне, это беда. Далее, S20 Ultra, ну, здесь все просто, мы смотрим на телефон, он у нас почему-то зеленый, мы это видим по вот этой рамке сверху, мы видим это по вот этой рамке вот здесь, и по обоям, они соответствуют обоям зеленого телефона, но видно здесь, что торчит никак не красная рамка, при этом на коробке у нас красная буква S, что соответствует телефону с красным цветом. Почему так, я не совсем понимаю, но, конечно же, написано, что это самая лучшая версия и все дела, то, что коробка даже не родная, или в коробке был вот этот телефон, ну, короче, какая-то муть. Далее, S21 Ultra с комплектом, ну, мы посмотрите на этот комплект, это разве оригинальная коробка, ну, видно же, что она какая-то шершавая, что она какая-то уродская, ублюдская, но это, очевидно, не оригинальная коробка, если мы вскроем, там внутри будет пластик, поэтому это тоже бан. Далее, S20 Rose, ну, цвет розовый, да, как бы беленький, какой он там, буква S черная, ну, понятное дело, что коробка не родная, как минимум, как максимум, даже не оригинальная, это тоже бан. Потом, S20 Ultra, хорошо, вроде все хорошо, вот эта наклейка вас уже должна смущать, и что больше всего вас должна смущать, да, пленка, я знаю, что раньше Samsung вообще не запечатывал телефоны в пленку, якобы экология, сейчас запечатывают в пленку для жарких стран, но пломбы-то должны все равно быть, а здесь нету пломб под пленкой, такую пленку можно на Алиэкспрессе телефон закатать, да и в любом месте можно телефон в такую пленку закатать, и без пломбы продавать как новый, так что советую вскрывать и смотреть действительно ли там новый телефон, или все это брехня. Далее, S20 Plus Snapdragon, ну, не забываем клеить наклейки ровно на то место, где расположены мои телефоны, которые явно будут не соответствовать тому, что у вас появится в настройках. Это же брехня, я думаю, что да. И, конечно же, вот это объявление от Романа. Не забываем то, что на задней крышке любого корейца должен быть e-mail под надписью Samsung. Мы можем посмотреть его отзывы, людям нравится его техника, и, конечно же, дешевле вы не получите качество в других местах, то есть он продает по ценам, если чуть ниже цена, то это уже вообще будет не оригинал, он продает все-таки оригиналы. Но не забываем о том, что все-таки это не оригинальные китайцы, это в основном телефоны с рынка Азии. И даже люди, которые оставляют ему хорошие отзывы, которые добавляют фото, по этим фотам мы видим, что на телефоне нет e-mail, просто люди не знают, что он здесь должен быть, не замечают каких-то щелочек, не замечают каких-то косяков и рады покупке. С вами был Диман Масл, вот такое коротенькое видео, надеюсь, вам будет полезно.